Здравствуйте! С вами канал NameDB. С радостью сообщаем вам, что мы начали активно развивать наши соцсети – Телеграм, Фейсбук и Вконтакте. Каждый день там мы публикуем гороскопы и интересные факты. Подписывайтесь на наши соцсети прямо сейчас и совсем скоро вас ждут интересные розыгрыши, викторины и еще много интересного. Ссылки в описании. Приятного просмотра! Хотите узнать, каково ваше истинное отношение к миру и окружающим вас людям? Устраивайтесь поудобнее и потратьте 5 минут своего времени на этот короткий, но очень правдивый тест. Это действительно того стоит. Зигмунд Фрейд, врач и психиатр, считающийся одним из самых противоречивых ученых 20 века, оказал огромное влияние на психологию и особенно известен своими двумя открытиями. Он раскрыл тайну человеческих снов и первым нашел универсальный ключ к человеческому подсознанию. Зигмунд Фрейд был уверен, что все ответы на многие вопросы о вас уже есть в вашем подсознании. Просто люди не умеют доставать из глубин нужную информацию. Ученый считал, что именно подсознание лежит в основе всех ваших поступков и образа мыслей. Хотите узнать за 5 минут, каково ваше истинное отношение к миру и окружающим вас людям? Приготовьте лист бумаги, ручку, постарайтесь расслабиться и убрать все отвлекающие факторы. Слушайте каждый вопрос и записывайте на него ответ. Это может быть пару слов или целое предложение. Самое главное – отвечать на каждый вопрос максимально честно. После каждого вопроса мы рекомендуем поставить ролик на паузу, закрыть глаза и попытаться представить свои истинные внутренние чувства. Отвечайте на вопросы один за другим. Затем прослушайте ответы. Ни в коем случае не перематывайте, пока не ответите на все вопросы. И кроме того, не слушайте все вопросы сразу. Ответьте на каждый из них последовательно. Не имеет значения, если у вас одинаковые ответы на разные вопросы теста. Некоторые вопросы вам могут показаться странными. Неважно. Главное то, что приходит вам в голову первым. Именно самые первые мысли вам дает подсознание. А дальше включается ваша логика и мышление. Готовы? Тогда давайте начинать. Вопрос первый. Вы стоите на берегу моря и смотрите на горизонт. Что вы чувствуете? Вопрос второй. Вы идете по лесу и смотрите на землю. Что вы видите? Напишите, как вы себя чувствуете? Вопрос третий. Что вы чувствуете, когда видите летящих чаек? Не переживайте, если вы даете короткие ответы. Ничего страшного. Вопрос четвертый. Вы смотрите, как скачет табун лошадей. Какие эмоции вы испытываете? Записывайте первое, что приходит на ум. Не думайте слишком долго. Вопрос пятый. Вы стоите в пустыне перед огромной стеной, которой кажется нет конца. И в маленькую дырочку вы увидели оазис. Каковы ваши действия? Не просто записывайте свои мысли и чувства, а сосредоточьтесь на том, что бы вы сделали в этой ситуации. Вопрос шестой. Вы все еще находитесь в пустыне, совершенно обессиленные. И вдруг видите кувшин с водой. Что вы сделаете? Еще раз, важно записать свои действия в этой ситуации. Ваш ответ может звучать как клише, но не стесняйтесь записать его. Вопрос седьмой. Вы заблудились в лесу и вдруг увидели вдалеке дом с включенным светом. Что вы сделаете? Напишите, что вы делаете в этом случае. Вопрос восьмой. Вы идете один, и вдруг вас окутывает густой туман. Ничего не видно. Что вы чувствуете? Что бы вы хотели сделать в первую очередь? Теперь прослушайте ответы и их интерпретацию. Каждый ваш ответ показывает ваше отношение к самым важным аспектам жизни. Вы также можете обнаружить, что не все ответы соответствуют вам, вашим мыслям, чувствам и вашему характеру. Но подумайте немного дольше. Попытайтесь понять, действительно ли они не имеют ничего общего с тем, как вы себя видите? Или на самом деле в этом ответе скрыто истинное значение? Ответ на первый вопрос описывает ваши отношения к жизни, ваши эмоции и ваши чувства. Ответ на второй вопрос описывает то, как вы себя чувствуете в своей семье. Ответ на третий вопрос описывает ваши отношения к женщинам. Ответ на четвертый вопрос описывает ваши отношения к мужчинам. Ответ на пятый вопрос описывает вашу основную стратегию и способ решения ваших проблем. Ответ на вопрос номер шесть описывает, как вы выбираете себе партнера, в сексе или в любви. Насколько вы избирательны в своей сексуальной жизни? Ответ на седьмой вопрос описывает вашу готовность к браку. Ответ на вопрос номер восемь описывает ваши отношения к смерти. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Подписывайтесь на канал и на наши соцсети, телеграм, фейсбук и вконтакте. Каждый день мы публикуем гороскопы и интересные факты. Ссылки в описании. С вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.